Ну что, друзья, Мазлтов, Мазлтов! Поздравляю! Вот только что, собственно, мы сегодня отмечаем. Ваши предположения пишите в комментариях. Лыхаем! Пока все готовятся к празднованию Нового года по Григорианскому календарю, мы, хасиды, готовимся к Новому году хасидизма, который по еврейскому календарю мы празднуем 19 и слева. А это уже сегодня. Изначально этот день отмечался как день освобождения Аль-Теребе из тюрьмы. Еврейская традиция говорит нам о том, что все, что происходит в мире материальном, есть не что иное, как проекция событий сфер духовных. Соответственно, приговоры заключения в темницу были подтверждением высшего приговора, вынесенного Аль-Теребе на небесах. А если кто-то из вас не знает, кто такой Аль-Теребе, смотрите в видео по ссылке в описании внизу. Вскоре этот день получает название Новый год хасидизма. Ведь именно за распространение идей хасидизма Аль-Теребе получил суровый приговор. Сам факт его освобождения из тюрьмы подтверждает победу учения. Благодаря хасидизму еврейский народ сохранился, а каждый из нас получил возможность стать лучше. Служить Богу в радости, ибо радость разбивает все границы. А ШГХ протит быть уверенным в том, что Всевышний лично управляет миром. Наполнить свое сердце любовью к Создателю и к его творениям. Ведь любовь – основа отношений с Богом, с миром и с людьми. Согласитесь, друзья, ведь это так здорово, когда есть еще один повод сказать лыхаем. Новый год хасидизма напоминает нам о том, что мы должны поменять себя. Мы можем стать лучшей версией самих себя. Мы имеем силы и возможность влиять на окружающих. И в конце концов, изменить к лучшему весь мир. Вы спросите, а зачем вообще праздновать Новый год хасидизма? Что такого особенного он подарил миру и мне лично? А вот на этот вопрос вы сможете ответить сами, угадав из предложенных на экране вам картинок именно правильные. Те, которые и обозначают подарки хасидизма. Авторы первых трех правильных комментариев станут счастливыми обладателями ценных призов. Поехали! Продолжение следует...